два народа два самолета президент зеленский сегодня опубликовал кадры того как украинские пилоты тренируются на f16 вроде бы в дании все это дело происходит сам зеленский по этому поводу сказал все украинцы ждут день когда первый украинский f16 появится в нашем небе когда усилит защиту наших городов и общин и возможности наших сил обороны то время как наши пилоты и персонал продолжают учения я благодарен коалиции в 16 который приближает этот день сами пилоты дали тоже интервью сказали что с истребители т.д. 16 истребитель перехватчик более маневренные чем те самолеты которые на которых они летали до этого так и как они сказали так и просятся значит в более агрессивную манеру вождения этот самолет более агрессивную манеру ведения боя не терпится им вернуться и защищать наше небо и это ведь не просто защищать наше небо это не только защищать мирные города от ракет это означает переломить поддел на фронте остановить российское наступление не позволить больше россиянам массово применять управляемые авиабомбы но для этого нужны f16 которые будут сбивать российские самолеты вдоль линии фронта тем более вчера как вы знаете мы услышали от столтенберга что стрелять мы сможем и по территории российской федерации федерации из этих f16 впервые открыто заявлено что запад наружу можно будет использовать против территории россии но как я сказал два народа два самолета у нас f16 который демонстрирует у себя зеленский но с нашими летчиками а в россии стратегический бомбардировщик ту-160 где за руль посадили самого путина не ну логично логично правильно ну а кто еще будет сражаться кроме как сам путин после того как наши кто там я не знаю спецслужбисты пристрелили какого-то российского летчика в энгельсе но понятно освободилось место стул свободен но если не путин то код правильно же кого посадишь то за руль самолета если летчик командир корабля пристрелили они посадили путина прямо до вот этого путина и наконец молодой российские 71-летний летчик путин все-таки взмыл таки в небо на стратегическом бомбардировщике но даже без него как еще тоже рвется в бой зараза но я думаю там другое дело ему хочется все-таки лично все-таки своими руками понимаете я думаю что для этого влетал ведь не не сообщили где именно он летал в каком месте я думаю что и ракеты пускал ему сказали вот владимир владимирович кнопочку нажмете и тут же умрут люди в одессе тут же умрут люди в днепре из-за этого я думаю что какие-то из ракет выпустил сам путин своими руками он знает что он кровавый маньяк ему удалось убить уже более ста тысяч человек это он знает но ему хотелось же самому вот самому просто чтобы самому нажать кнопку и самому убить кстати не удивлюсь если он навального лично убивал но здесь вот понадобилось вот так так что два народа два самолета мы ждем в 16 чтобы они спасали жизни для этого у нас тренируются летчики они президентом отправили водить самолет а у них путин за все отвечает ну что ж значит война и закончится тогда мы собьем самолет с путиным вообще необычный конечно сегодня день практически ночь перед рождеством ну как рождеством ночь перед звездецом вот смотрите это видео то ли вечером 23 февраля а то ли уже ночью с 23 на 24 может 24 утром и ведь ровно два года назад началась большая война война началась 10 лет назад это правда но вот это полномасштабные как ее называют началась 10 лет назад завтра завтра устроим стрим с вами в 19.00 будем вспоминать эти два года и эту ночь будем вспоминать конечно обязательно но сегодня нужно сказать несколько политических вещей завтра будем говорить о жизни а сегодня о политике тем более что большое интервью каналу sky дал владимир зеленский канал sky чтобы вы понимали американские расклады это канал республиканский то есть его смотрят сторонники республиканской партии там так все разложено просто sky республиканцы значит это было фактически обращение к республиканцам объясняющее почему нужно давать нам оружие почему какие-то переговоры с россией абсолютно бессмысленны вот сегодня вы знаете я не могу не поделиться этим впечатлением я сегодня зашел меня позвали на панель форума свободной россии там выступали разные люди про украинскую войну смысле там была панель про нашу войну у круглый стол про нашу я заочно там они собрались физически я был заочно и вот там один из спикеров вот опять не хочется именно называть вот один не все один вот а почему говорит у зеленский будет выйдем на границе 91 года и тогда только начнем переговоры хочу сейчас не начать переговоры вы знаете мне там не дали возможности ответить скажешь время закончилось поэтому я отвечу здесь почему не начнутся переговоры сейчас что они уже были мысли мы уже все предложили вот сегодня зеленский выступая в этом на канале sky он сказал единственный способ переговорами решить вопрос это вот формула мира она у нас есть она у нас написано я вам так скажу в этой формуле мира сколько бы там ни было пунктов а их там 10 есть один первый вывод российских войск со всей территории украины мы это предложение уже россиянам сделали это уже и есть переговоры россияне что ответили нет это невозможно об этом речи быть не может это наше завоевание так все на этом переговоры закончились вообще все больше нету предмета для разговора с россиян о чем мы что готовы подарить им территории нет вместе с нашими людьми с 5 миллионами человек нет тогда какие могут быть переговоры остановить войну сейчас назначает признать свое поражение нет никакой гарантии что мы выиграем эту войну вот никакой нет вообще у этой войны два исхода не 8 не 18 2 теоретически возможны два исхода исход первый побеждает российская федерация это означает что все украинцы будут убиты физически уничтожены кроме тех кто согласится стать россиянами хочешь становись россиянином но совсем вытекающими смысле маршируй зигуй иди воевать на следующую войну соблюдая все их эти традиции пой калинку танцуй но если хочешь быть россиянин либо тебя убьют об этом сообщили нам официально российские власти прям нет никаких сомнений цель уничтожения украины и украинцев это один сценарий но тогда дальше здесь на россии идет дальше воевать со следующими странами все понятно второй сценарий это побеждаем проигрывает россию тут важно понимаете даже не на чтобы мы победили не обязательно проигрывает россия проигрывает россия это означает нет больше путина путинского режима а есть на той территории на этом мерзком розовом пятне на глобусе что-то другое не знаю что и с ним мы ведем действительно переговоры и вот третьего варианта нет поэтому когда вы слышите доброхотов который рассказывает что надо провести переговоры знайте не с кем и не о чем все просто несколько и как сказал зеленский сегодняшним своим интервью sky 3 минска не будет не будет такого что мы еще один еще одно минское соглашение где мы еще какие-то территории подарим россиянам или отдадим во временное пользование этого варианта просто не существует но мы с вами сегодня в сегодняшнем дне накануне вот этой ночи перед звездецом находимся на самом деле в тяжелом положении именно поэтому зеленский дает интервью sky потому что нам необходима эта американская помощь жизненно необходима как сказал сегодня пессимистично достаточно зеленский украинцы переживут отсутствие американской помощи но не всем сегодня значительная часть погибших вот за сегодня украинцев на совести американских конгрессменов которые отказываются дать эту военную помощь мы же не денег просим оружие дайте нам оружие остальное наше все сделают все сделано и находятся страны которые дают дания сегодня подписала новый договор о безопасности премьер-министр дания приехал сегодня во львов зеленский туда с ним поехал с ней простите поехал и датчане кстати передают нам самолеты вот эти самые в 16 и датчане сегодня выделили нам новый пакет военной помощи все есть и европа нам много чего дает но такого арсенала кроме америки ни у кого нет просто арсенала физические вооружения ни у кого нет больше вот в чем беда вот с таким мы пришли к войне к второй годовщине войны да у нас есть европейская помощь поэтому мы будем держаться и держаться сможем но дорогой ценой а было бы американская и вот тогда вступил бы в действия другие слова президента зеленского который сказал сегодня в интервью sky украина готовит контрнаступление новое на нынешний 2024 год мы не собираемся только защищаться у нас будет контрнаступление какое гать не скажу вот так так что воевали воеваем и воевать будем вот так мы встречаем третью годовщину нашей войны но сейчас расскажу как ее встречают путин лукашенко кто еще и приднестровская молдавская республика но начнем с непосредственно с фронта конечно вчера еще тысяча россиян полегло на полях украины тысяча российских оккупантов уничтожены три танка 37 бмп 49 артиллерийских орудий за неделю если подводить итоги но вы знаете главный итог набор неделька 7 российских самолетов сбита за неделю нашими средствами пвов вчера массированную атаку как всегда беспилотниками но сегодня ночью со вчера на сегодня предприняла россия значит 20 31 беспилотник выпущен 23 из них сбиты один беспилотник попал в днепре в дом там есть раненые точно там идет разбор завалов прямо сейчас когда я записываю этот ролик не знаю удалось ли убить кого-то россиянам в одессе попали в городе прямо в какие-то объекты пожар большой на объекте инфраструктуры есть информация пострадавших но не знаю если погибшие и вот то что именно вчера ударили именно по одессе это прям очень-очень и очень символично ведь прямо вчера медведев дмитрий анатольевич сказал одесса теперь русский город и мы ждем ждем когда же она к нам в россию придет и видимо чтобы приманить одессу вчера решили уничтожить обстреляли снова россияне ее беспилотниками и вот во вчерашнем ролике шательман за сегодня который был вчера помните я вам рассказывал про вообще вчерашний ролик получился забавный я рассказал вам про то что байден обозвал путина помешанным сукиным сыном и выяснилось что я сначала это вынес заголовок роликов название но оказалось что youtube за это да запрещает называть такие слова то есть байдену говорить это можно а шательману цитировать это нельзя понимаете то что позволено байдену не позволено шательману байден президент сша это говорить может но у нас на платформе конечно такое что вы что как можно так плохо говорить о президенте российской федерации федерации ну вот пожалели защитили они встали грудью всей своей видеть всего своего видео хостинга грудью на защиту президента россии но вчера я добавил медведев это байден еще медведя не слышал говорю который рассказал нам про одессу и про киев он рассказал сказал нам за всю одессу да хотя вся одесса очень велика и что вы думаете байда медведев был услужен еврокомиссии его услышали в еврокомиссии и еврокомиссия посоветовала медведеву лечить психику прямо прямым текстом обычно мы не комментируем слова людей которые изо всех сил пытаются привлечь себе внимание особенно если это внутренний номер два для каких-то целей то есть признали медведева человеком номер два в россии так заявил председатель еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам петер стану хотя это хорошо что упомянутый вами лицо публично транслирует диагноз о состоянии своего ментального здоровья единство что здесь можно сказать это порекомендовать консультации и помощь специалиста ну вот прям смотрите я прям предугадал реакцию еврокомиссии то есть у дураков мысли сходится шатримана у еврокомиссии я сказал пусть обратиться в лигу сексуальных реформ они посылают психиатру медведя а еще кто хорошо вот кто регулярно смотрит шатримана тот знает кстати если вы нерегулярно смотрите значит вы на не подписаны на канал шатримана ведь у меня уже надеюсь 365 тысяч подписчиков я вас просил об этом потому что годовщина войны пусть будет 365 сколько 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 дней в году но я вспомнил дум-дум что год-то високосный в этом году 366 дней значит нужно 366 тысяч подписчиков чтобы встретить третью годовщину войны во вторую годовщину в смысле начала третьего года поэтому подпишитесь прямо сейчас перейдите по ссылке подпишитесь на канал шатриман ну и поставьте лайк конечно за что лайк из-за чего подписка рассказываю чтобы ничего не пропускать потому что это как сериал и вот что я вам скажу я на этой неделе зачитывал кома начиналась с этого недели буквально в понедельник я зачитывал вам послание медведя где он угрожал разбомбить атомными бомбами вашингтон лондон киев и берлин и и я тогда зачитал да объяснил почему и так далее но медведь смысле все это объясняла почему что почему я сколько посмотрите это чистосердечное признание страны маньяка ну больной страны маньяка с психиатрическим диагнозом и вот заметьте я это заметил в понедельник медведь дополнительно выступил в четверг чтобы закрепить в пятницу об этом говорит еврокомиссия о том что пора лечить но вверх комиссии не знает лечить надо не медведя не путин российскую федерацию федерацию всего нужно отправить туда но и быстро раз уж мы заговорили про шахеды то короткая хорошая новость для вас тоже помню это я все время давайте гасить панику вот мне сказали что но ведь россия скоро должна начать производить тысячу шахедов в день по иранской технологии тогда нам конец когда они будут стрелять прилетать будет сюда тысяча шахедов в день нет пришли уже данные сколько благодаря действительно построенному в россии иранцем у заводу когда они выйдут на полную мощность они смогут производить 400 500 в месяц то есть пятнадцать в день пятнадцать не тысячу а пятнадцать у страха глаза велики туда россияне смогут производить 15 шахедов в день ну и ну и ну и поехали дальше поехали мы дальше в салихард где вчера матери навального показали его тело в морге да она там провела сутки в каком-то там следственном комитете чтобы добиться чтобы я иначе тело выдали все ей показали но сказали выдавать не будем показали какую-то справку о том что умер мол сам так далее и так далее и так далее и вы знаете что самое здесь примечательное россияне россия пытается воевать с этим самым мертвым навальным значит они сказали тут даже комментировать сложным я просто могу пересказать скорее сказали матери навального что смотрите мы вам выдадим тело но при одном условии если вы мы мы его похороним тайна секретно захороним тогда выдадим то есть мы готовы сейчас где-то закопать каком-то месте вам скажем где это место и вы по-семейному сможете помянуть его вот это наше условие закопать тайна как пригожина они видимо думают что навальный пригожин это одно и то же но раз один пытался свернуть путина другой пытался свернуть путина вы знаете что удивительное дело что вот это же мать да они же думали ну мать слабая пожилая женщина да сейчас броситься скажет ну конечно тело моего сыночка отдавайте ну что ну раз по-тихому значит по-тихому но вот заслуживает уважение эта женщина потому что она не взяла она понимала что ее сын отказался бы от такого ее сын отказался жить с границей поехал в россию чтобы быть со своим народом возглавлять революцию против путина ее сын отказался просить помилование когда был осужден на сколько там каких-то десятки лет тюрьмы ее сын отказался от всех обменов а сейчас она согласится принять вот такие тайные похороны там предаст дело сыну и она решила это мать что дело сына важнее чем тело сына выбрала дело а не тело они продолжили давить она вышла когда уже оттуда ей позвонил этот самый следователь это вы знаете время работает следователя фамилия варапаев время работает не на вас трупы разлагаются трупы разлагаются один мы знаем только он еще жив этот труп путина ходит смердит и второй гораздо больше труп российской империи гниет воняет разлагается согласимся ли мы похоронить российскую империю тайно секретно в уголочке но нам то будет все равно потому что мы тоже скажем тело российской империи и дело Российской империей эта вещь одинаковая российская империя была бы согласна быть похороненны тайно секретно потому что ей будет стыдно что оно развалилась и превратилась в кусок вонючего говна поэтому российскую империю мы похороним без почестей без прощания а вот мать навального пока настаивает нам пока не доставит нет у несколькоej SS ничего не получится не говорю что она победит Но hơnuster что нет надо устроить прощания всем желающим то есть чтобы поставить центре москвы колонный зал сотни тысяч людей в очереди но этого не будет потому что тело вонючие разлагающиеся трупп россии еще не захоронен мало того ведь россия мечтает свою тушку еще и прирастить по возможности то есть она оккупировала наш территорий это теперь мои и так далее и вот теперь у них новый проект ну по как минимум об этом многие говорят возможно что это такая информационная провокация весьма вероятно что это информационная провокация говорят о том что 28 февраля то есть буквально через пять дней в приднестровье самопровозглашенной терраспольской народной республики или как она там называется транцистрия пройдет съезд депутатов всех уровней то есть съедутся депутаты районных городских поселковых сельских советов но там депутатов этих наверно все приднестровье сплошные депутаты вот они съедутся и этот типа парламент в кавычках парламент он вроде как собрался значит принять решение о том чтобы обратиться к россии с просьбой мол присоедините нас пожалуйста дорогой владимир владимирович российской федерации мы очень хотим тоже быть частью россии мы все приднестровцы мы с русскими один народ возможно ли такое обращение да возможно тут я вполне допускаю что она возможна а вот что будет дальше есть опять-таки мнение но это мнение разных там политологов умных ят не умный про умных что после этого путин значит обратиться к федеральному собранию российской федерации а у него обращение 29 февраля на следующий день после приднестровского вот этого собрания скажет все вот приднестровье обратилась просьбой присоединение давайте предлагаю сейчас прямо голосовать и присоединяет будет ли это но знаете в теории все возможно удивимся если так я удивлюсь все еще удивлюсь все еще они меня будут способны удивить если они объявят о присоединении приднестровья почему потому что приднестровье то они доступа физического не имеют вот если бы они сделали ровно это самое весной позднее весной 22 года в начале нашей войны тогда когда наши сражались под киевом войска когда наши войска бились за харьков когда наши войска сражались за николаев ну и пытались сдержать наступление на суммы кстати вот тогда тот момент если бы приднестровье объявила присоединение к россии мы бы понимали что в этот же день в одессе будет высажен российский десант и он будет пытаться с боями или еще там пусть и дуная и он будет пытаться с боями туда пробиться но теперь фиг вам индийская хижина так называется фиг вам правильно потому что высаживаться не на чем флот утонул русский флот деван он утонул где русские десантные большие корабли они взорвались и утонули где российские десантники полегли в степях азовщины во главе с замом этого самого замом командующего черноморским флотом который приехал воровать стиральные машины и геройский погиб в бою адмирал там какой-то не помню какого фамилия была уже какая уже разница зам командира черноморского флота некого им высаживать поэтому приднестровье которое прогласили частью россии окажется в полной географической изоляции попасть туда будет невозможно сколько там русских солдат то приднестровье охраняют ну по официальным данным вроде бы 2000 это как бы договор между там кем-то и кем-то о том что там будет 2000 русских солдат с мало с участием молдовы такой был договор но я помню как в начале войны признавался их псевдоминистр но это и приднестровье что у них 450 русских солдат и вот тогда мне кажется что если они объявят эту частью россии давайте так они объявляют эту частью россии преднестровье украина с кем воюют российской федерации на чье территории можно вести войну на чьи нельзя на территории украины воюет на юрика россии можно она воюет на территорию беларуси можно из нее к нам пришли российские танки и все такое на территории чехии нельзя или польши они не участники войны. Но если Приднестровье – это Россия, то наши войска туда могут зайти, а у нас с ними длинная граница. А там 450 россиян. Я думаю, что нашей армии хватит не трех дней, а трех часов, чтобы справиться с российским военным контингентом Приднестровья. А там мы обнаружим большие военные склады с артиллерийскими снарядами. И поэтому сейчас говорят, какой ужас, а вдруг Приднестровье объявит, что оно теперь часть России, и Россия объявит его своей частью. Да это наш шанс получить огромные военные склады Приднестровья. Все такие вещи теперь наш шанс. Все теперь ровно наоборот. Теперь у нас есть армия, которая может взять Приднестровье, а у России нет флота, который может его защитить. Ситуация-то поменялась, однако, за два года войны. Не зря воевали. Вообще, вот, ладно. Завтра-завтра. Ладно, сегодня скажу. Вот серьезно. За два года, два года назад, когда начиналась война. Ну, у нас с ПВО было, ну, чуть-чуть совсем. Правильно? Чуть-чуть совсем. Снарядов было, как мы знаем, ну, на месяца, на два войны. Больше просто не было. И шансов получить не было. И армия была сколько? 200 тысяч. Сейчас миллионная армия. Снаряды, да, мало, но приходят по расписанию из Европы. ПВО, сами видите. Флот российский. Буль-буль. И теперь уже мы решим, что будет с Приднестровьем, если оно решит присоединиться к Российской Федерации. Единственное, что нужно будет договориться с Майей Санду, ну, то есть договориться с правительством Молдовы, конечно, не атаковать же суверенную молдовскую территорию. Но надеюсь, что Молдова пойдет нам навстречу, а мы поможем Молдове восстановить территориальностность, чтобы получить себе огромные склады артиллерийских боеприпасов. Заменит. Кстати, Молдова нам в этот момент заменит США. Ах, США нам не дало боеприпасов? Мы возьмем молдовские. С согласием, Молдовы. Правильно? Пока Америка тормозит с передачи нам оружие, Россия вовсю получает от своих надежных, кстати, очень надежных, верных друзей и партнеров. Ровно тех, с кем россияне один народ. От северокорейцев и от Ирана. Иранские шахеды, вы знаете результат их работы. И северокорейские ракеты летят по нам. Уже десятки северокорейских ракет ударили по Харькову и Харьковской области. И вот британская исследовательская организация Conflict Armament Research исследовала 290 компонентов, которые остались от баллистической ракеты, которая прилетела к нам, северокорейская. Что выяснилось? Что из них сотни, то есть если 290 всего, то сотни, значит 200 как минимум, да, производства европейских и американских компаний. 75% компонентов северокорейской ракеты разработаны и проданы компаниями, зарегистрированными в США. Еще 16% компонентов, найденных в ракете, связаны с компаниями, зарегистрированными в Европе. И 9% с компаниями, зарегистрированными в Азии. Эти исследования британской группы являются первым публичным подтверждением того, что Северная Корея полагается на иностранные технологии для разработки своей ракетной программы. Обнаруженные компоненты могут быть связаны с 26 компаниями, со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландов, Сингапуре, Швейцарии, на Тайвань. Это как вообще? Это мы у себя под носом не видим, что мы, значит, создаем ракетную отрасль Северной Кореи. Как это можно себе вообще представить? То есть не шпионы украли? Нет. Не северокорейский шпион, как нам в кино показывали, прокрался на завод и вынес чип в собственной заднице. Нет, это поставили все эти компании. Вот сегодня США, ну, США, скорее всего, завтра объявят о новом пакете санкций. Кстати, обещает, что это будет разрушительный совершенно пакет. Посмотрим, не знаю, сегодня прозвучало обещание разрушительного для России пакета. А вот Евросоюз уже опубликовал сегодня свой пакет. И там перечислены компании из разных стран, в которых вводятся санкции. Это китайские компании, иранские компании, компания из Шри-Ланки, там есть компании из Казахстана, например, там есть компании из Турции в этом пакете. Но там нет компаний из США, там нет компаний из Нидерландов, там нет компаний из Японии, там нет компаний из Германии, Сингапурии, Швейцарии, Тайвани. нету. А ведь это они поставили компоненты. Но ведь адреса же известны, компании же известны, названия известны. Где посадки, как говорил когда-то один товарищ, который нам вовсе не товарищ? Почему их никто не отлавливает? Что происходит вообще? Или как бы дружба-дружба и табачок врозь будем зарабатывать, продавать ракеты и тем и другим? Вот такая вот, к сожалению, история. Но есть, как всегда, и хорошие новости. Пункт первый. Не подтвердились сведения о том, что якобы Иран продал 400 ракет Российской Федерации. Вот кто-то прям сообщил, что нет, эти сведения не оказались неправдой, пока никто ничего никому не продал. Уже хорошо, нам на 400 ракет к нам прилетит меньше, меньше у нас будет жертв. Вот. И вторая такая чисто санкционная новостюшечка, что в январе турецкий экспорт в Россию снизился на 39%. При этом, но это все на полмиллиарда долларов примерно. Это солидная убавка. Не прибавка в данном случае, солидная убавка. То есть можем, когда хочем. Когда хочем ограничить Россию в какой-то торговле, то тогда получается. Было такое, когда стихотворение, не смог найти его полный текст, поэтому частично перескажу, а потом перейду к стихотворной форме. Стихотворение о героическом космонавте. Вот космонавт полетел в космос, воспользовался там туалетом, а дальше ведь понятно, что то, что из него, значит, вышло, отправляется в открытый космос, куда еще выбрасывается. И стихотворение там продолжалось следующими строками. Когда он вернулся уже космонавту на Землю, наш герой уже вкушает в звездном городе почет, а какашка продолжает беспримерный свой полет. Вот мне кажется, что ровно это стихотворение приходит в голову, когда узнаешь о судьбе интервью Путина Такеру Карлсену. Дело в том, что интервью Путина Такеру Карлсену решили включить в образовательную программу российских школ. Образовательную программу российских школ. Вот, значит, в российских школах будут изучать интервью Путина Такеру Карлсену. Будет оно использоваться для обучения, цитирую, цитирую, официальный российский образовательный портал, идентификации надежных источников информации. Какие, интересно, в этом интервью использовались надежные источники информации. Возможно, что там может быть-то, господи, письмо Богдана Хмельницкого в Варшаву, видимо, это, ну как же, вот, смотрите, Путин принес с собой надежный источник информации, потому что, ну и Рюриковичи, конечно, это прям еще один, видимо, надежный источник информации. Может, Мизулина надежный источник информации, которую и в хорошем несексуальном смысле использовал Путин для подготовки к этому интервью. Других-то источников мы там как-то не заметили. Но вот теперь, да, применение в образовательных организациях интервью президента Российской Федерации В.В. Путина, журналисту, Такеру, Карлсону, памятка для педагогических и руководящих работников образовательных организаций Российской Федерации. Вот такое произведение вышло в свет в издательстве Агентства поддержки государственных инициатив, но, к сожалению, не попало пока в мои грязные руки. Если бы оно попало, я бы троллил и стебал бы его гораздо дольше. Пока же я переведу сразу же к следующей новости, которая напрямую с этим связана. В России есть такой журналист, ну, аналог Такера Карлсона в чем-то, такой же, только бездарный называется, Дмитрий Киселев. И вот этот самый Дмитрий Киселев заявил, что хочет продолжить диалог России и США. То есть он считает, что вот то, что Путин разговаривал с Такером Карлсоном, это было начало диалога, а он хочет продолжить. Мы полагаем, говорит, что нашим странам не хватает возможности слышать и слушать друг друга. И считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, соглашився на интервью, ориентированное американского зрителя. Поэтому Киселев послал письмо в Белый дом, где предложил, что он возьмет интервью у Джо Байдена. Можно, конечно, посмеяться и отринуть на корню, так сказать, наверняка это и будет сделано в Белом доме, инициативу великого русского пропагандиста Дмитрия Киселева. Но можно же и красиво сыграть. А если согласиться? Сказать, да, конечно, подъезжайте в Белый дом, сейчас будем разговаривать. И вот Киселев, вооружившись коварными вопросами о том, почему, значит, Америка до сих пор помогает Украине, не собирается на это прекращать, когда уже начинать переговоры, когда Америка признает, значит, Херсонскую область неделимой частью Российской Федерации, когда базы НАТО будут выведены из этого самого, из чего там, из Восточной Европы. Но вместо этого Джо Байден скажет «Мистер Киселев». В 986 году индейец Большой Перо написал письмо, ну или же там он будет доказывать, что никакой России не существует. Вот ваш президент Путин говорил, что там Россия в таком-то году. Нет, спросите у племени Каманчий. Еще в 300, нет, в 1320 году племя Каманчий, вот их карты, которые нарисованы, вот смотрите, на карте что изображено. Вот здесь у нас прерия, здесь бизоны, здесь ленивцы. Россия где? России нет. Значит, мы Россию, Федерацию, Федерацию признавать не можем, извините. Вот такой вариант интервью, мне кажется, очень понравился бы российскому телезрителю и способствовал бы этому самому диалогу между Россией и Украиной, господи, между Россией и Америкой, которому так призывает вот этот самый. Да. Ну а письмо, трубку этого, закопанную трубку мира. Нет, топор войны, вот, точно. Он должен был подарить Киселеву, перенести. Я передаю вам топор войны от Сеолы, вождя Семенолов. Он просил передать вам топор войны. Передайте Владимиру Владимировичу Путину. Вот это будет красивое продолжение развития этих, мне кажется, отношений. Пока я записывал это видео, в Америке наступило утро. Наступило утро, и первым проснулся от спячки Байден. Прямо сейчас это произошло. Вот в России медведь впал в спячку, слава богу, побуйствовал, побуйствовал и впал. А Байден из спячки вышел и объявил о новых санкциях, вот которые я проанонсировал, а он успел это объявить. 500 новых санкций против России из-за смерти Навального и войны. При этом, в их числе, извините, новые экспортные ограничения против 100 организаций. Вот, что еще? Сегодня я объявляю о введении более 500 новых санкций против России за ее захватническую войну против Украины из-за смерти Алексея Навального, мужества антикоррупционного активиста и ожесточенного лидера путинской оппозиции. Санкции будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей, то есть вот тех, кто покупает эти самые элементы для производства ракет, дронов и так далее. Санкции обеспечивают, чтобы Путин заплатил еще большую цену за свою агрессию за рубежом и за репрессии внутри страны. Что еще? Мы принимаем меры для дальнейшего сокращения энергетических доходов России, то есть, видать, что-то там против нефти и газа вводится новая. И я, то есть я, Байден, мы, Байден, Джо Джонович, поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире. Это про кого он? Я не понял. Кто такие гражданские общества? Куда они борются? За кого? Какие СМИ вообще? О чем речь? В общем, факт остается фактом. Пакет введен. 500 санкций. И что важно мне лично, вот в Евросоюзе санкции, которые объявлен пакет сегодня, там только против каких-то физических лиц нескольких и все буквально. Там Великобритания тоже, в общем, против каких-то отдельных людей. Великобритания вообще против тех, кто, против директора колонии, где убили Навального. А Байден, похоже, ввел что-то серьезное. Похоже, это действительно новые ограничения, наложенные на экономику России, чтобы ей труднее было воевать. Дождемся полной публикации. Ну, я сейчас дождаться не могу. Разберемся с ней завтра. Надеюсь увидеть там приятные всякие слова. Мои любимые слова алюминий. Запомните этот твит, да? Нефть, газ. Еще один знак, под которым прошла обозреваемая неделя. Такой еще один заголовок этой недели. Кроме непосредственно войны и кроме вопроса выделения или не выделения нам средств и военной помощи. Это, мне кажется, операции или новые приключения Путина. У Путина скоро выборы так называемые, там через, по-моему, 4 недели. И его, ну, его тушку активизировали прямо вот буквально. Если труп Навального спокойно жить в морге в Салихарде, то труп Путина возят по всем ярмаркам российской империи, ну, российской державы. Просто по всем реально, куда только могут воткнуть. Сегодня его приветствовали люди в какой-то там то ли Удмуртии, то ли что-то такое. Я, честно говоря, не помню их, конечно, название. Ну, типа Удмуртия. Удмуртия. Это, кстати, смешно. Потому что двойника зовут Удмурт, как известно. Ну, одного из двойников. Правда, этот, который сейчас вроде бы, которого сейчас возят на гастроли, это вроде бы банкетный. Но есть двойник Удмурт. И вот Удмурта привезти в Удмуртию, есть в этом что-то символичное. Там люди 5 часов ждали на морозе, чтобы погладить лысину Удмурту. Ну, ладно. Это как бы маленькая часть гастролей. Вторая гастроль, это уже его эти, как это называть, скоморохи Путина, которые агитируют за него. Вот Вячеслав Володин, глава Государственной Думы Российской Федерации, заявил, объявил Путина народным героем, потому что Путин вернул в Россию треску. Это тоже вообще не шутки совершенно. Государственная Дума по требованию Путина разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве от 1956 года. 70 лет терпели они рыболовство британское, но больше терпеть не готовы, потому что в течение 70 лет англичанам разрешалось ловить рыбу где-то там. Я не знаю, честно говоря, где, но где-то там на севере. Россия же там далекая северная страна, вот где-то там Россия разрешала рыбу ловить в каком-то Баренцевом море, я не знаю в каком-то, ну, что у них там в России на севере. Вот. И теперь все, запрещено категорически, значит, ловить эту рыбу. И, как сказал Володин, что это великое достижение Российской Федерации, Путин вернул нам нашу селедку, треску, извините, треску, а не селедку, посоветовал Володин англичанам худеть и умнеть. А вот как поумнеешь, спитаешь, Володин? Известно, что умнеешь, когда ешь фосфор, а фосфор в косточках рыбы. Как вот англичане после этого будут умнеть. Вот вы у них отобрали рыбу, а хотите, чтобы они поумнели, осознали величие России? Нет. Без рыбы англичане только обозлятся и будут давать нам больше оружия. А что вы думали-то? Ну, дальше там просто все эти песни в защиту путинского решения говорить не буду, потому что весь этот мой спич про операцию «У» или новые приключения Путина, на самом деле стремится, ну, полет на стратегическом бомбардировщике мы уже упомянули, но стремится он в Казань, в город Казань. В Казани, вы даже не знаете, наверное, существование такого города, но там открыли Олимпиаду, которая называется «Игры будущего». Ну, естественно, неофициально, потому что официальная Олимпиада пройдет в Париже, а туда россиян не пускают. Кстати, только сегодня международный спортивный арбитраж, суд, отверг жалобу России. Россия требовала, чтобы восстановили российский Олимпийский комитет в Международном Олимпийском комитете, но он оттуда исключен за то, что он работать пытается на оккупированных территориях. Поэтому россияне решили устроить свою собственную Олимпиаду и устроить торжественное открытие Олимпиады. На торжественное открытие Олимпиады, которое называется «Игры будущего», съехались президенты множества стран со всего мира, а именно президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской. Кстати, чтобы вы понимали, игры олимпийские, естественно, фальшивые – это само собой, но и Республика Сербская фальшивая. Республика Сербская – это не Сербия. Не-не-не. Приехал такой Беларат Додик. Он не президент Сербии, президент Республики Сербской. То есть, в самопровозглашенной территории, на территории Боснии и Герцеговины, есть такая административная единица, которая называется Республика Сербская, внутри Боснии и Герцеговины, что-то типа автономии. И вот ее президент приехал. Потому что фальшивая Олимпиада встречает фальшивых президентов, которые приезжают на ее открытие. Вот на этих играх будущего соревнуются люди не просто так, а, естественно, только в киберспорте. Да, фиджитал спорт называется. Обычного спорта у них нет, поэтому у них вместо нормального спорта фиджитал спорт. Как это выглядит, я даже точно не думаю, но они, видимо, в компьютере играют, а все эти президенты сидят смотрят, как дети играют на компьютере. И это называется все «игры будущего». Путину на этих играх будущего показывали разные анимации. Нет, я не шучу, сейчас это все правда было. Значит, вывели бывшего капитана сборной России по футболу Аршавина, и он сказал, товарищ Путин, слушайте, значит, есть такая проблема, что вот футбол же нам запретили играть, исключили нас из цивилизованного, он не этими словами говорил, за то, что мы такие убийцы и негодяи, нас исключили из цивилизованного мира, футбол играть не пускают. Мало того, ужас в чем, говорит? Вот есть игра FIFA, знаете, электронная компьютерная игра FIFA, в которой во всем мире очень популярно все играют. Так оттуда тоже выкинули сборную России. То есть даже несуществующую нарисованную сборную России не хотят люди видеть, ну, потому что это токсично, это понятно, ее выбросили к черту из игры FIFA. И Аршавин попросил Путина помочь Газпрому создать новую игру, аналог как бы FIFA другой, ну, в смысле, чисто внутрироссийская игру компьютерную FIFA, в которой будут состязаться, значит, эти самые, сейчас скажу. Вот. Считаю верным, заявил товарищ Аршавин, чтобы появился наш футбольный симулятор, в котором наши ребята смогут играть за свою национальную сборную, команды российской премьер-лиги, сборные регионов, поскольку в иностранных аналогах такой возможности нет. Я считаю, что это сохранит интерес к футболу, так как многие ребята сейчас живут в виртуальном мире. То есть, ну, чтобы вы с ума не сошли. Вы говорите, понимаете, нашим виртуальным футболистам нарисованы. Запрещают играть. Дайте Газпрому указание, чтобы он сделал компьютерную игру, где наши виртуальные, несуществующие, нарисованные футболисты могли сражаться, так сказать, на полях футбол за сборные регионов. То есть, Удмуртия против Башкортостана, например. Чтобы играла вот там футбол. Виртуально. Ненастоящая Удмуртия против ненастоящего Башкортостана. Вот, слушайте, я когда это все читал, я смотрел это обращение Аршавина, ответы Путина, прям Путина говорит, а что надо делать? А что надо делать в такой ситуации? Я подумал, нет, реально, в смысле, вот можно поверить, что Путин настоящий. После того, как, значит, на открытии фальшивых, это все происходит, на открытии фальшивых олимпийских игр. В присутствии ненастоящего, президента ненастоящей Сербии. Бывший капитан сборной России по футболу, потому что ныне какая сборная. Просит Путина нарисовать ненастоящих футболистов российских, потому что в мире их всех из компьютеров стерли. И чтобы Газпром потратил деньги на рисование ненастоящих футболистов, поскольку это позволит популяризировать российский футбол. Вот, а Путин при этом настоящий? Вот все фальшивое, а Путин только настоящий. Да ладно. Ну вот вы верите в такое? Но этим уже все не закончилось, что вы думаете? Вы думаете, этим закончилось? Нет, нет, нет. Значит, Путина повели дальше по вот этому открытию и показали ему матч спортивный между Малайзией и Китаем по Дота-2. Кто из вас не знает, что такое Дота-2, будьте спокойны, вы не обязаны знать. Спросите у своих правнуков, если у вас такие есть, что такое Дота-2. Ваши правнуки, я уверен, что прямо сейчас в нее играют. Такая компьютерная игра популярная. Но я шучу, у детей спросите, у братьев младших и сестер. Дота-2 играет весь мир, а Путину показали, что такое Дота-2. И он типа такой, а, да, ничего себе. Ему объясняли, что это такое, насколько это важно, это Дота-2. Ему объяснял какой-то хрен, а, вице-премьер. Вице-премьер России Чернышенко объяснил Путину, что Дота-2 это стратегическая игра, в которой нужно завоевать поле противника. Понимаете намек? То есть, что, дескать, вот Путин в настоящей жизни завоевывает по-настоящему Украину, то есть поле противника украинского, а в Доте-2 наши в это время, в Доте-2 наши дети героически сражаются против малайских, значит, врагов, завоевывая их виртуальное поле. И что сказал вице-премьер России, что эта игра сложнее шахмата. О как. Жалко, Каспаров не знает. Он как раз сегодня тоже на панели выступал. Но это не он говорил, ну, на форуме свободной России, но он-то за нас. Он-то не советовал нам переговоров вести. Он-то понимает, что только уничтожение Путина и нынешней Российской Федерации закончат эту войну. Вот. Но, оказывается, Дота-2 сложнее шахмата. Да. В общем, дело в чем. Путин смотрел на все это, раскрыв рот, вместе со всеми остальными присутствующими президентами. И я подумал, Ёшкин кот, вот этой игре Дота-2, чтобы вы знали, ее запустили в 2011 году. 2011. 13 лет назад. А у них сейчас челюсть-то отпала при виде Доты-2. Это ж каким надо быть стартером, чтобы впервые увидеть Доту-2 вообще, впервые в жизни. И я подумал, надо еще позвать Лукашенко и показать ему, сука, Тетрис. Вот он охренеет, что кирпичи могут падать вот так один на другом, а потом так складываться и исчезать, и снова проваливаться. Это для него будет настоящий культурный шок, я считаю. Но с Лукашенко на этой неделе другие события произошли гораздо более интересные. Вы извините, что у меня такой выпуск слегка получился саркастично-сатирический, мало серьезных вещей. Наверное, потому что это Шетельман за неделю. Неделя дает о себе знать. Неделя была тяжелая, серьезная, сложная. Я давал кучу интервью, и мне везде приходилось разоблачать российские фейки, приводить в себя неких российских товарищей, которые, я имею в виду из хороших русских, так называемых, которые нам тут смеют советы давать, как нам в Украине, что там в Украине делать. Приходится самих себя нам всем успокаивать тоже, напоминать, что в это время больше миллиона человек сражается на фронте. Вот. И поэтому сегодня захотелось немного расслабиться. Бывает, бывает. Нельзя же все время быть в напряженном состоянии. Так вот, Лукашенко сначала потребовал, значит, от своих силовиков, готовиться к войне. Прямо, говорит, надо готовиться к войне ментально и стратегически. Вот цитирую я Лукашенко, товарища. Значит, вступление в НАТО Финляндии и вот-вот Швеции – это очередной этап экспансии на восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцоговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины. О как! Так. То есть мы сценарий написали, понимаете? Мощные украинцы написали сценарий втягивания Швеции в НАТО. По словам Лукашенко, Минск хотят всеми правдами и неправдами втянуть в эту войну. Речь идет о партнерской политике формирования и прослойке агентов перемен для последующей смены военно-политической ориентации на прозападную. Ну, здесь прав. Да, конечно. Ну, конечно, Беларусь, я надеюсь, будет свободной. И, надеюсь, надеюсь. И надеюсь, что как только Беларусь станет свободной, она, естественно, тоже присоединится к НАТО и Евросоюзу. А зачем? Ну, куда? Не в Таёжный Евросоюз идти в этой ситуации? Тут он угадал. Мы фактически находимся в эпицентре затянувшейся крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительны. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Пробормотал престарелый Лукашенко. Но он-то пробормотал, а его вояки взяли под козырек. И вот уже министр обороны этой самой Беларуси Хрюнделев. Нет, не Хрюнделев, его как-то в другом зовут. Хренин. Хренин, да, Хренин. Хренин, Редькина не слаще. У них, наверное, поговорка. Потому что Хренин у них министр обороны, а Редькин министр иностранных дел. Вот Хренин, Редькина не слаще. Итак, я шучу, нет у них Редькина. Это чтобы белорусы мне еще не писали комментарии. Дорогие белорусы, я знаю, что у вас нет Редькина. Редькин – это совершенно кто-то другой, только я не помню кто. Но он точно не слаще, чем Хренин в любом случае. И вот Хренин заявил, что Украина, оказывается, сосредоточила на границе с Белоруссией 114 тысяч 112-114 тысяч военнослужащих. Да. А эта ситуация требует от Минска наращивания дополнительных сил. Да. Значит, на сегодняшний день порядка 112-114 тысяч человек – это их группировка. Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекается чуть больше, меньше 17 тысяч. Сложишь ситуацию, а нет, не требует наращивать дополнительных военных сил республики на границе с Украиной. И что я подумал? Значит, министр обороны Белоруссии уже опасается того, что Украина сосредоточила 112-114 тысяч наших военнослужащих на границе с Белоруссией. А о чем это говорит? Что больше не мы их боимся, а они нас боятся. Два года назад, вот оно вам изменение, два года назад, сразу, во-первых, сразу во время, во время, помните, март 22-го года, и постоянно разговоры о том, что все, белорусская армия уже зашла на территорию Украины, или завтра зайдет на территорию Украины, только что зашла, только что вышла, танки заехали, танки приехали. Помните такой разговор? Был такой разговор. Потом лето 22-го, белорусская армия сейчас пойдет на Львов, постоянно говорит, каждый день, каждый день. Помните такое? Куда, на какие учения проводит Лукашенко? Сколько танков он сосредоточил на границе? Сколько России туда перебросил? Помните такой разговор? Был такой разговор. Сколько раз мне говорили из Белоруссии, прямо сообщали, все, точно знаем, то через неделю белорусская армия будет наступать, им отдали приказ. А теперь ровно наоборот. Теперь они боятся нас. И правильно боятся? Потому что армия Белоруссии за эти два года ослабло. Они же снаряды-то все отдали россиянам, военную технику-то отдали в ЧВК Вагнер. Армия Украины стала в разы сильнее. На западной технике готова, если что. И почему бы нет? Белоруссия-то, она уже часть этой войны в любом случае. Поэтому Украина не остановится ни перед чем в этом смысле. Вот оно, приятное изменение на этой войне. Пока что Шетельманометр показывает четкую цифру. 365. 365 дней второго года войны подошли к концу. Завтра начинается следующий, третий год войны. Прежде чем вы подпишетесь на канал Шетельман, точнее пока вы подписываетесь, предупрежу вас, враг наверняка захочет отметить эту ночь перед звездецом, точнее ее юбилей, захочет отметить очередными бомбардировками, захочет отметить очередными убийствами гражданских людей сегодня ночью. Но я надеюсь, что большинство из нас доживет до завтра. И завтра мы с вами встретимся в 19.00 на канале Шетельман. То вспоминать прошедшие два года. А послезавтра, в 19.00, в воскресенье, мы с вами встретимся совсем с другой целью. Провести очередной день, второй уже день третьего года войны вместе. В общем, поставьте лайк за это, пусть и иногда сатирическое, а иногда и саркастическое, иногда злобное, иногда доброе видео. Прощаюсь с вами. Ненадолго, как выяснилось, в общем-то. Всего лишь до завтра. Всем шаббат. Шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова